Уже пятый раз химчане участвуют в шествии бессмертного полка. Сюда пришли люди разных поколений, разных возрастов и целыми семьями. Все они пройдут от площади Победы до парка имени Толстого вместе с портретами дедов, участников Великой Отечественной. На начальной точке площади Победы собравшиеся выстрелились в четыре колонны и объединились в единую вереницу людей. Возглавил шествие военный оркестр. В колонне тысячи людей, у каждого в руках портрет того, кто защищал Отечество от фашистов. Многие из участников помнят о своих дедах лишь по рассказам старших. Это мой прадедушка, он в 17 лет пошел в добровольство, воевал на Курской кассет и дошел до Будапешта. А вот 87-летняя Александра Ивановна помнит все. И начало войны, и самый главный радостный день – День Победы. Брат в окопах находился. Стреляли. Мы думали, что они были не живыми. А вы помните первый День Победы, когда объявили, что Советский Союз выиграл? Все кричали «День Победы! День Победы! День Победы! Ура!» Есть среди участников и такие, кто до последнего надеялся. Брат, отец точно жив. И все эти похоронки казались им злой шуткой. Уже после войны они найдут место захоронения и каждый очередной День Победы будут ездить туда. Мы едем в Брянск, это у нас уже семейная традиция, на могилу туда и почтим там его память на месте. Эмоции захлёстывают все время, слезы на глазах, чувство гордости. Конечной точкой маршрута «Бессмертного полка» стал парк имени Толстого. Колонны «Бессмертного полка» уже подходят к центру парка имени Толстого. Здесь запланирована основная масса праздничных мероприятий. К примеру, развернута полевая кухня, где каждый желающий может взять себе гречневую кашу и ее попробовать. Очень вкусная. Вкусная, чистая. Вот все, что у меня осталось. Тарелка была полная. А здесь химчане под музыку военных лет кружились в вальсе. В парке весь день звучали песни победы. Большой концерт для горошан. Завершили праздник, пожалуй, главной песней дня и символичным жестом. Выпустили мирное небо белых голубей. Акроман Ивоев, Ксения Брагина, Андрей Корнилов, Дмитрий Бочаров. Служба новостей.